Спорт и алкоголь. 5 причин, почему не стоит идти на тренировку с похмелья. Утренний спорт – прекрасная идея. Точнее, была прекрасной, пока не случился вчерашний вечер. Алкоголь, затем беспокойный сон. Нужно ли вытаскивать себя из кровати и ехать на тренировку с похмелья? Вот несколько советов, как правильно поступить. Можешь получить травму. Огромная вероятность, что ты не выспался. Даже если приехал домой до полуночи, алкоголь добавил свои 5 копеек. А тренировки в состоянии усталости могут привести к травмированию. Например, ты можешь уронить на ногу гантели или подвернуть ногу во время пробежки. Уставшие мышцы реагируют медленнее. Обычная координация и выносливость точно ухудшились. Уже стоишь на беговой дорожке? Смотри под ноги. У тебя обезвоживание. Известно, что на 1 мл алкоголя необходимо около 8 мл мочи для выведения его из организма. Так что пить воду нужно в большом количестве и часто. Небольшая нехватка жидкости не мешает тренировке. Но если тебя еще и мучает жажда, теряется концентрация. Потеть нежелательно. Около 10% алкоголя выходит из организма с жидкостями, в том числе и потом. Но поскольку, как ясно из предыдущего пункта, воды в организме немного, почки ограничивают объем пота, что делает бессмысленными активные силовые тренировки с похмелья. Алкоголь вредит мышцам. И на следующий день их лучше не нагружать. Состояние мышц напрямую зависит от наличия алкоголя в крови. И мышечные ткани, участвующие в силовых тренировках, страдают больше всего. Две порции алкоголя ухудшают их выносливость, их состояние на 73%. На следующие 12 часов может закружиться голова. Виной тому низкий уровень сахара в крови. Алкоголь влияет на способность печени поддерживать нормальный уровень сахара. За полчаса до тренировки стоит съесть фрукт или хотя бы выпить сока. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok